За час своего иснования Гомельская правда изменила некольки назвав, але завсюду имкнулась описать об самом актуальном сжиття в области и краины. У Сыковику 1917-го про сбор сродков для потреб Городского совета. У Красавику 1919-го про контрреволюционный террор. У мая 1945-го корреспонденты веншовали Гомельчан с Днем Перамоги. У Красавику 1961-го поведомляли о первом полете человека в космос. Сюня на запашенный материал з'является своясабливым летописом историчных подзей, что отбывались на протягу опошня Гастагодзе. Самое главное, мне кажется, все-таки стабильность, когда люди понимают, что у нас есть дело, дело, которым мы посвящаем свою жизнь. И у нас есть хорошая, надежная, профессиональная, мощная команда. У тым, что залог поспеху, минавито наявность коллектива профессионалов, в Гомельской правде перекананы усе. А тому и главная задача – праца на огульный выник. Первый наместник главного редактора Вячеслав Минкоу працует в газете «27-й год». Выпускник факультеты журналистики Белорусского державного университета пришел сюда по размерковании и место працы николи не изменял. За высокое профессиональное майстерство и значный уклад у развития белорусской журналистики Вячеслав Минкоу так само отрымал подяку президента краины. Хоть подчас интервью кажут не про властные заслуги, а про коллектив, дякуючи якому стал соправным майстром. У нас прекрасный творческий, высокопрофессиональный коллектив. Это не просто журналисты с большой буквы. Это настоящие патриоты своего областного центра, области, которые делают все, что от них зависит, все, что возможно с точки зрения четвертой власти, как называют журналистику и журналистов, чтобы жизнь в нашем крае была лучше, была комфортнее. У минулого месяца «Гомельская правда» отцветковала 100-годовый юбилей. Тогда с этой подеей я так само повеншавал президент Беларуси. По популярности и тиражи, ваше выдание – одно из лучших у региональной периодыцы, а значит, керавник державы. У самой газете кажут, что мать намер тримать высокую планку и далее. Правда, выключно периодичным выданием газету назвать «Нельга» уже зараз. Сегодня при «Гомельской правде» працуе уласная радуя и иснуе выдавецкий дом. И это только начаток реализации масштабных планов. Надо развивать то, что есть. Тоже радио еще. Мы маленькие, нам всего лишь полгода. И поэтому здесь еще немало работы. У нас есть задумки, чтобы мини-телевидение, как его назовем, было на портале, побольше сюжетов телевизионных, живых. И думаю, что в ближайшее время, в этом году, мы начнем снимать фильмы. Алексей Тюров, Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Компания «Гомель».